В Уральском государственном театре эстрады состоялось торжественное собрание ко Дню пожилых людей. Мероприятие завершило масштабный месячник, посвященный уникальному празднику Дню пенсионера Свердловской области. Прежде всего, я хотел бы сегодня обратиться к вам со словами искренней благодарности за многолетний добросовестный труд и преданность родному Уралу, за высокие нравственные качества и деятельную гражданскую позицию. Председатель правительства Свердловской области отметил, что в знак глубокого уважения к представителям старшего поколения уральцев в Свердловской области установлен региональный праздник День пенсионера. В рамках месячника, посвященного этому замечательному празднику, состоялось более 2700 мероприятий, включая фестивали, выставки, концерты, экскурсии, творческие и спортивные состязания. Безусловно, мероприятия месячника были связаны и с празднованием 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем гордиться ратным и трудовым подвигом наших уральцев, даровавших нам победную весну 45-го года, возможность мирно и счастливо жить, работать и воспитывать детей. В Свердловской области проживает более 1 миллиона 300 тысяч людей старшего поколения. Областной премьер заверил, что органы государственной власти Свердловской области приложат все необходимые усилия для устойчивого повышения качества жизни и создания условий для активного долголетия. Литмотивом праздника стал музыкальный спектакль «Сто лица», который пенсионерам представила фолк-группа «Солнцеворот». В этом концерте показаны всевозможные направления фольклора в сегодняшнем мире. От простого фольклора до сочетания фольклора с роком, джазом, поп-музыкой, рейвом. Перед сверловчанами старшего поколения выступили Евгений Бунтов со своими этноинструментами, заслуженный артист России Анатолий Филипенко, лучший джазовый трубач России Сергей Пронь и заслуженный артист Валерий Топорков. Нужно отметить, что концерты и спектакли в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера Свердловской области, пользовались особым спросом. День пенсионера был учрежден в 2013 году указом губернатора Евгения Куйвышева. Сейчас это уникальный праздник, не имеющий аналогов в России. Это один из брендов Свердловской области. День пенсионера – дополнительный повод высказать уважение ветеранам, проявив заботу и внимание, которых граждане пожилого возраста безусловно достойны. В этом году мероприятия месячника проводились под двумя лозунгами «Здесь вас ждут и победа 70 лет». В своей повседневной деятельности мы часто обращаемся к вашим мудрым и богатым знаниям, умению находить верные решения трудных жизненных вопросов. Поэтому мне очень приятно быть с вами в этот день, видеть ваши добрые и светлые лица. В Артемовском городском округе в течение месячника, посвященного Дню пенсионера Свердловской области, также прошел ряд мероприятий по чествованию пожилых людей нашего муниципалитета. Очень важно, что это были не только развлекательные и событийные программы. Жители округа от мала до велика старались сделать так, чтобы нашим пенсионерам и ветеранам жилось лучше, а это требовало решения насущных бытовых проблем, реальных дел и поступков. Необходимо, чтобы такие мероприятия не были разовыми акциями, посвященными отдельным событиям, и работа по улучшению качества жизни пожилых людей велась непрерывно. И в этом деле у нашего муниципалитета выработан план на дальнейшие такие действия. Предусматривается привлечение к этому важному и нужному делу не только органов местного самоуправления, служб и ведомств, но и предприятий, организации Артемовского городского округа и его простых жителей.